Да я поняла, что чего-то... Что-то у него, что-то затребал, что его из-за мысли... Там какие-то слова... Все взяли по кисточке, по одной... Передайте другим ребятам... Эта работа придумывалась на протяжении нескольких месяцев последних. Но эскиз мы сделали относительно быстро. Почему? Потому что израильский культурный центр дал четкое задание, что хотят видеть. То есть есть мурал, который до нас рисовал известный дневниковский художник. И наша задача заключалась в том, чтобы продлить рисунок и дополнить его, не используя супер яркие цвета. В общем-то мы это и сделали. Мы использовали довольно-таки оттененные светлые оттенки. Изобразили Теодора Герцля. Почему? Потому что город Днепр является побратимом израильского города Герцлия. Изобразили вид Герцлии и достопримечательность города Днепр. Хорошо, тогда Марк, вот желтый рисунок. Сейчас я покажу, что мы идем. Хорошо, хорошо. Покуда достаете, можно... Леш, пожалуйста, директору школы и директору... Нет, где каждый? Нет, где каждый. Вот смотрите, вот этот большой кусок, это желтый. Я очень рад принимать участие в сегодняшнем событии. Это новый рисунок, новое изображение, которое появится здесь в центре Днепра. Это изображение двух городов. Город Днепр и город Герцлия, который находится на берегу Средиземного моря в Израиле. Что связывает эти два города? Это города побратимы. Но кроме того, что это города побратимы, эти два города связывают то, что здесь, в Днепре, живет очень большая, очень активная еврейская община. А в Герцлии, как и во многих других городах Израиля, живут выходцы из Украины, в том числе выходцы из Днепра. И вот эта вот человеческая связь и связи между людьми, родственные связи, дружеские связи, это то, что есть основа наших отношений. Поэтому сегодня то, что мы делаем, мы не просто красим стены в эти красивые цвета, не просто наносим рисунок, а мы укрепляем отношения между двумя нашими странами, двумя нашими народами. Именно поэтому я счастлив сегодня участвовать в этом мероприятии. Я знаю, у меня есть центр.